приветствую всех на своем канале хочу вам показать плющи листные пеларгонии как они расцвели у меня немножко рассказать о том как ухаживать за пеларгонии они растут подвесных кашпо я сняла чтобы вам показать красоту этого растения посмотрите какая красотища некоторых условиях если неправильно содержать пеларгонии плющи листные чего они называются плющи лист на них листики без ворсинок мягкие плоские и растут они как бы обвисают горшочек если не про при неправильном содержании пеларгонии они могут не зацвести вообще даже если будете давать удобрения передвигала горшок и посмотрите поломала такую красоту если даже будете кормить ваши растения сильно удобрением они могут все равно не зацвести им нужно правильное зимнее содержание содержать их нужно в помещении плюс 15 без сквозняков понятно подкормки разные там видите какая красота расцвела как она мало вот здесь отломалась такая красивенькая была и обрезка обрезка если их не обрезать они будут тянуться вот так в один тонкий ствол нужно прищипнуть вот так кончик для того чтобы вот с этих пазух листиков пошли дополнительные росточки и тогда получается кустик пышненький красивый и правильно сформированный это пеларгония полосатыми листочками никак не может открыть свои бутончики я уже хочу вам показать и не дождусь это растет в его каролина эти какая она красивая пушистая насыщена очень много дает цветоноса и цветонос они сразу появляются беленькие затем серединка зеленая водочек розовый очень красиво это она у меня еще под дождем было и поэтому почернели бутончики но бутоны смотрите после того как они отцвели они не осыпаются не осыпашки не мусорят они муменизируются и висят на этом растении но это чтобы была эстетичный вид лучше его оборвать этот цветочек и вот так посмотрите какая прекрасная пеларгония ампельная эту часть я прищипывала это естественное удобрение товар обушке постарались это все отмыть можно а вот эти вот я не прищипывала видите как он удлинился росточек но я хочу увидеть цветок уже наконец-то там у меня первый год растет я хочу увидеть цветок от этих прекрасных листочков и я его не прищипывала хочу увидеть лист цветочек и вот он в эту сторону пустил ведь я тоже длинный а это который прищипывала очень много листочков и дополнительных побегал видите и он конечно же лучше цветет на этом растении только два цвета носика а на этом в его каролина видите сколько цвета носик очень много красивое огромное количество это вот я детки размножают надо отсылаю летом их есть где держать размножать а вот зимой трудновато помещение все заносить вот это вот это не болезнь это гусеничка поела то ничего страшного с растением не будет просто некрасивый эстетически некрасивый листочек мы его обрежем конечно же пустит новые эти росточек новенький есть растение все в растущем состоянии чтобы не ела гусеничка нужно когда заносите в дом полить растения актарой ампельные пеларгонии подвешиваю в такие подвесные кашпо и посмотрите как они прекрасно смотрятся на окошке но повторю если неправильный зимний содержание уход за этим растением он может не зацвести это растение вот листики пускать живые все на цветочка может не дать подробно я рассказываю своем видео про содержание пеларгонии у меня есть видео смотрите а еще есть у меня пеларгонии не плющие листные а зональные они более компактные они тоже очень красиво цветут вот смотрите розы будные прям набитые розы вот и ярко красные красивые и вот такой цвет они сортовые это рамблер а это это блоссом ведь какая красота за за лачками легче ухаживать я вам скажу они будут растут в один стволик и вот здесь верхушку так прищипывать не смотрите даже есть там цветочек нету так прищипнуть и все я нас пазух листиков дает дополнительные росточки и кустик получатся пышненький вот здесь вот эти росточки дополнительно кустик получатся пышненький цветочков будет много это просто после дождя он быстро отцвел я обломала все цветоносики чтобы не было не теряла декоративность вот это листочки это не болезнь это у пеларгонии просто они стареют и отмирают может быть влаги много попало к земле вот так притрагивалась ну пеларгонии в основном ничем не болеют их только гусеница подъезд может а так не грибок ничего как орхидеи сильно болезненные пеларгонии у нас более стойкие к этим заболеваниям но они не любят переливание перелив влага это для них сразу чернеет ножка и растение может погибнуть земля должна быть полусухом состоянии рыхла также прекрасно как пеларгония у меня вот бегония махловая как она хорошо смотрится эти какие цветы замечательные поникши тоже из-за дождя но она махровая махровая очень красиво здесь я посадила кустик с белой махровой бегонии за бегонии тоже очень легко ухаживать вот так череночек оторвали отломали отломали просто водичку поставили на корешочки пустила в рыхлую землю посадили и все ее тоже можно вампель на кашпо такую она вот так может расти все лето красиво смотреться мне пишут некоторые зрители почему вы покуп показываете одни растения и рассказывайте еще про другие ну как же не рассказать про такую красоту если она у меня есть может кому то интересно кому не интересно продвигайте ролик вот вроде бы все рассказала задавайте вопросы пишите комментарии кому что еще нужно узнать все расскажу подскажу всем удачи всем пока всего вам доброго